Духовное возрастание Божие – это как раз место, где Запад и Восток встретились. Но есть Запад, западная традиция обучения, есть Восток. И всё равно они существуют отдельно. На Западе обычно ученик приходил к учителю, возможно, он платил какие-то деньги. Учитель давал знания ученику, и они расходились каждого своя сеть. То есть такой академический способ. И в основном ученик шёл за информацией. Получил информацию, записал и вернулся. И ученик учился из слова «учитель». На Востоке, вот начиная от Израиля и аж Индии, Китая и туда, там была другая традиция ученичества. Там была такая традиция ученичества. Человек приходил к учителю и просил взять ученики, или же учитель избирал себе учеников. Ученики жили на иждивении учителя. И, как правило, здесь ученики больше обучались из жизненных ситуаций. Ну, например, учитель... Например, закончились деньги. Вот как учитель реагирует? Спокойно реагирует. Или, например, начинает молиться. Или, например, кто-то оскорбил учителя. Он говорит, да кто ты такой? Вообще, ты аферист просто. Как он реагирует? Вот всё Евангелие записано из вот этих вот... Есть там кусочки именно учения Христа, а есть вот эти прекрасные фрагменты реагирования. Тут та или иная ситуация. Вот он идёт, смотрит похороны юноши. И как он действует? Проходит мимо или говорит, например, на Востоке, на них христиан. Сказали бы, значит, ну, так вот, то есть принимаем, как есть. А вот здесь Христос подходит и исцеляет. Именно из этих маленьких эпизодов происходило обучение. И из постоянного нахождения рядом с учителем. Видите, Христос вместил в себе и восточное, и западное лёгкое, и восточную, и западную стратегию обучения. То есть он давал и знания, и обучал из конкретных ситуаций. В ученичестве существует четыре этапа. Первый этап, назовём её, этап бабочки. Это когда человек порхает от одного цветочка к другому. Ну, в протестантском мире это так. Он, например, там в одну церковь пойдёт, посмотрит, послушает. Потом в другую, потом в третью, потом в четвёртую, потом в пятую, потом опять в эту вернётся. И он каждый раз ищет вот такого нектара. Обычно он сравнивает. Он ещё в поиске, и он ещё не выбрал себе место, где он будет обучаться и укореняться. И учителя. Помните, в Евангелии есть такое слово, что зерно, только упавшее в конкретную землю, даст плод. Вот бабочка никуда не падает. Она ценит свою свободу и независимость. Мы свободные люди в свободной стране. Мы духовно питаемся и там, и там, и там. Но и на самом деле никуда не укореняясь. Никуда не укореняясь. Никого не ставя себе у учителя. Да, кстати, значит, как чтут на Западе учителя? По чтительным поклонам. Ну, уважаем вас, учитель. Конечно, всё, расходимся. На Востоке учителя почитают земным поклонам. То есть, к учителю... Почему земным? Потому что в учителе видят Бога. Вот традиция учительства на Востоке – это всегда... Ты выбираешь именно этого учителя, потому что Бог мелькнул через него в какой-то момент, и ты понял, что я хочу именно этого учиться. Это путь знающего Запад, а Восток – это путь любящего. А во Христе Иисусе мы проходим и путь знающего, то есть интеллектуального познания, и путь любящего, то есть открытость сердца. Очень важное значение придаётся именно выбору учителя и духовного наставника вот на Востоке. Если у человека нет духовного наставника, он в общем как-то, ну, Бог ведёт, тогда скажи, через кого? Кто может из людей, чтобы свидетельство твое было не ложным, подтвердить, что ты действительно возрастаешь, что ты восходишь от всей и всей?